Теперь о том, что происходит в мире. В Израиле проходит крупнейший конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Там представлены новинки и последние технологии этой отрасли. Обсудить вопросы борьбы и профилактики заболеваний сердца собрались лучшие специалисты. Собравшиеся здесь, на крупнейшем в мире конгрессе по кардиоваскулярной медицине, делятся на две группы. Те, кто придумывает новые технологии, и те, кто будет их использовать. Вторых заметно больше. Вот, например, Борис Варшицкий, бывший врач Шимона Переса, показывает одну из разработок. Простой приборчик, вроде теста на беременность, может по одной капле крови диагностировать инфаркт. И таких новинок тут сотни. В первую очередь, это новые технологии для лечения заболеваний клапанов сердца. Новые виды тех клапанов, которые могут быть поставлены, не раскрывая грудную клетку. Новые виды лечения нарушений сердечного ритма. Новые виды представлены здесь, таких технологий, которые могут обеспечить лечение больного дома, не доставляя его в госпитали и так далее. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему одна из главных причин смертности на Земле. Поэтому в эту отрасль вкладывают колоссальные средства, ведут свои исследования сотни институтов, больших и маленьких частных компаний. Это разработала действующую модель сердечно-сосудистой системы. Это трехмерная симуляция, которая в точности воспроизводит сердце, сосуды и все, что к ним относится. Таким образом, можно учить врачей работать с этими сложными органами, без угрозы для пациента, без вмешательства в живого человека. На них можно репетировать сложные операции. Или вот, небольшая компания разработала технологию визуализации процессов внутри организма человека. Теперь, чтобы понять, как работает тот или иной орган, прибор или технология, не надо вскрывать тело или проводить сложные исследования вроде ядерно-магнитного резонанса. Это превращается в мультфильм, только очень высокой точности и сложности. Это анимация медицинских технологий, чтобы показать, как работает та или иная схема, операция, прибор. Не нужны подопытные животные или пациенты. Мы визуализируем внутреннюю работу биомедицинских процессов таким образом, что это становится понятно, эстетично и легкодоступно. Для обучения это просто незаменимые вещи. Это вроде и выставка, и конгресс, и клуб по интересам. Производители сложнейшего оборудования изучают продукцию конкурентов, врачи видят последние новинки. Присутствие на этом конгрессе своего рода признаний для докторов и для производителей. Это настоящая революция в лечении сердечно-сосудистых болезней. Все больше в этой области применяют цифровые технологии, роботов и искусственный интеллект. Мы упрощаем процедуры и вещи, которые раньше были возможны только в больницах и при участии самых опытных специалистов, становятся доступны на дому. Вот кого здесь нет, так это пациентов. Они узнают про новинки уже от врачей, когда те смогут оказать им помощь новейшими методиками и технологиями. Это тоже одна из примет времени. Внедрение новинок стало происходить с невероятной скоростью. Сергей Услендер, Хабар-24.